Продолжение следует... Меня зовут Владимир Раевский, я трагмирован на предыдущем нашей сегодняшней встречи. Рокеры поговорили и не сошлись. Это Василий Маркетов, оперный режиссер. Прошу любить и жаловать. В течение ближайших часов, наверное, полутора мы здесь поговорим об опере, о том, как ее воспринимать неподготовленным зрителям. Есть некая тема для разговора, да, все думали, меня спрашивают, ну, Дюлор, что ты хочешь рассказать? Я говорю, ну, ничего, не знаю, но я как бы готов, давайте выберем какое-то направление для этого разговора. И так вот определилась эта тема про... Я не знаю, откуда взялась цифра 5, но, наверное, так просто, чисто для формы. 5 неких названных, как сформулировано, законы, или какие-то 5 особенностей, которые стоит учесть, или 5 законов, которые стоит знать, или 5 поводов для размышления, которые... 5 обстоятельств, которые стоит учесть человеку, идущему первый раз или не первый раз в оперу, да? То есть разговор этот... Я расскажу, что я по этому поводу думаю, стараюсь это делать достаточно коротко, может быть, с какими-то наводящими вопросами. Мне кажется, что в этом смысле было бы гораздо конструктивнее и правильнее поотвечать на вопросы, и потом побеседовать в таком живом режиме, чем я буду рассказывать, пытаться высаживать в пальце какую-то лекцию, про то, как стоит ходить в оперу, как не стоит ходить в оперу, поскольку эти вещи, они достаточно очевидны, и каждый человек определяет это для себя сам. Потому что, например, для меня это совершенно неотделимые проблемы, как какое-то время назад то же самое, все садились, хватали за голову и говорили, вот как же так, люди перестали читать, перестали брать в руки книги, у нас такая литература, Пушкин, Гоголь, Чехов, Островский, белый, а вот все никак, никто не читает, что же делать. Потом как-то вот люди вдруг зачитали худо-бедно. Наверное, были, я знаю, что точно, были предприняты определенные меры, и какая-то аккуратная ненавязчивая пропаганда, и реклама чтения, и с помощью новых электронных девайсов или те же самые бумажные продукции все-таки люди стали читать и стали сами для себя эту литературу выбирать. То есть человек, допустим, который мог так и не взяться, и не прочитать, потому что вы еще в школе так напугали «Войной и миром», что он до сих пор не прочитал, а, например, Томаса Мана взял и прочитал. И это, вот как сказать, это человек плохой, что он не читал «Войной и мир», или он хороший, потому что он читал Томаса Мана. И та же самая история происходит в опере. С точки зрения посещаемости, я хочу сказать, что, в общем, кризис у нас чуть-чуть все похуже, но ненавного, чем в Европе, потому что там сейчас тоже огромная проблема и с театром, и с теми, кто делает этот оперный театр, и с теми, кто в этот оперный театр ходит. Но все-таки не совсем так, как у нас. Я не могу сказать, что прям какая-то катастрофа, но, естественно, этот процесс был определенным образом, естественный процесс похода человека в оперный театр, был в советское время так сильно видоизменен, оперный театр был изменен большим количеством других развлечений, именно развлечений. В тот момент, когда театр переходит в ряд, в позицию развлечения, в такую вот главу, колонку развлечения, в этот момент он перестает существовать, и человек начинает неправильно это все воспринимать, и от этого как раз идет проблема, что я вот пришел в театр, а тут какая-то ерунда. И все это очень нравится. Я просто, которым репертуар театра, вообще название, которые шли даже в 17-м году и несколько лет, здесь вот есть 20 сезонов, я назову просто три в разных периодах, от 17-го года до, соответственно, 35-го. Чтобы понимать, какие тут названия и в каком количестве ежегодно, они шли те названия, которые, в принципе, сейчас не от съезда, понятно, да, это премьера была в этом театре, в Леготе Шостаковича, пиковая дама прошла 35 раз, когда был построен этот театр, они были призваны просто развлекать народ после тяжелых путниц, и не появилось этих театров, поэтому очень сложно вообще говорить, почему вот мы не ходим в обе, а куда-нибудь ходить некуда было просто, поэтому и не ходили. Клуб куда ходить, ходили бы. Теперь они есть, надо научить людей туда ходить, как любое достижение человека, оно требует определенного приучения, воспитания. И для того, чтобы люди сейчас вернулись в оперу или начали ходить, не знаю, как правильно говорить, нужно воспитывать, вот с малого возраста правильно подавать это, потому что всегда приятно в Европе, и здесь уже потихоньку, когда ты приходишь в театр, и видишь публику совершенно разных возрастов, там появилось «Тихий долг» за женского, еще что-то, еще что-то, еще что-то, Шостакович, вроде как люди потянулись, и потом опять балет, кино, телевизор, и никто этим уже не снимался, хотя бы определенный процесс шоу. Поэтому то, что сейчас не все люди охотно идут в театр и не знают, зачем им это нужно... Тихий Ковский. Да, потому что ведь, собственно, ведь все то, что называется штамп, у сайтов, ну, комментарии, вот, когда стали в моду ходить сайты, но они уже были, но вот как каждый театр, он стащил туда балетных солистов, он стащил туда балеты оперных певцов, режиссеров, началось все, и все. И там, благодаря этой очень смешной комментарии, один из них совершенно прекрасный был «Пришла в оперу, как говна объелась, профессор Петрова». И это, как бы, уже стало таким афоризмом, на этом, ну, как бы, существует как оценка происходящего. Я так часто... Они рассчитаны на то, что человек, который приходит, уже немножко в контексте произведения, он понимает, ну, понимает игру режиссера, да, с этим произведением. Конечно, есть ряд вещей, когда там приходишь, знаете, есть такой анекдот по поводу финала, финала, когда, финала фильма «Тарантино. Бесславные ублюдки», да, если кто-то не знает, там заканчивается тем, что они заканчиваются все руководство Рейха, да, они расстреливают, они убивают Гитлера, да, это все такое утопия «Тарантиноска», когда они расправляются со всей верхушкой немецко-фашистской власти. И есть анекдот про то, что один человек говорит, «Ты знаешь, чем закончилась Вторая мировая?» «Да, я знаю, что их закрыли в кинотеатре, и всех убили, что дурак, что ли?» «Ну, а как? Ну, как? Ну, подписали, значит, «Булкер», подписали, «Ковор 9 мая», все дела, 8 мая, «Да, так ты, а с чего ты это взял?» «У меня учительница, слушай, рассказывай, слушай, и кого ты должен верить, какой ты училки или великому режиссеру?» «Известный кинориссер, ну, великому». Ну, ладно. Вот, конечно, есть такой момент, что ты должен знать, для того, чтобы понять вот эту такую философскую иронию Тарантино, то, как он сам взял, сам для себя расправился с историей человечества и с тем ужасом, который происходил в этот период. Он как бы в своем языке, в своей стилистике взял и этот вопрос для себя как бы закрыл таким образом. Но, естественно, что человек должен, для того, чтобы смотреть этот фильм, вообще, от начала до конца, понимать и определенный цинизм, и юмор, и определенную философию социальную, политическую, вложенную в этот фильм, нужно понимать определенный расклад, нужно знать, что такое Вторая мировая, что такое Гитлер, что такое Холокост и прочее, прочее, прочее. Ряд каких-то вещей, которые иначе, если воспринимать это просто вот как какую-то сюжетную историю, понятно, что с оперой точно так же. Когда ты приходишь смотреть Фауста какого-то режиссера, ты приходишь смотреть Фауста какого-то режиссера. Ты должен уже послушать просто оперу и тем более знать Гёте, для того, чтобы тем были понятны все вот эти вот взаимоотношения, вибрации и смыслы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok